Меня попросили дать совет, как держать пост, если человек спортсмен, ему нужно хорошее питание, что нужно делать. Вот, решил сделать видео, вот так, выйти из домашней обстановки и сделать вот здесь на крыше церкви святых архангелов. Мир вам, дорогие зрители. Ну, вопрос, ну, так и постный вопрос всегда мучает наших верующих, даже тех, которые уже несколько лет держат пост, знают, как поститься, что к чему. Но в любом случае у них эти вопросы возникают, потому что прочитают какую-то литературу, источник. Даже такой вопрос мне задали в телеграме, у меня, наверное, кто-то слышит сейчас, что отец говорит, а можно пить чай? Я удивился, а оказывается где-то в какой-то литературе прочитал, что даже чай пить нельзя. Ну, в общем, так что, дорогие, первое, что скажу, если кто и постится, должен следовать не какой-то литературе или каким-то источникам следовать, а тому, что учит армянская церковь. Во время Великого Поста или в другие постные дни лучше придерживаться того, что учит армянская церковь. То есть не кушать то, что имеет животное происхождение. И все нормально, питаться, но не заниматься чревоугодием. Вот так. А остальное каждый будет знать по своей возможности, силе, здоровью, уже будет изнулять себя. Ну, давайте вот сначала поговорим о следующем. Смотрите, в ветхозаветные времена до Христа вот так пост держали в основном, ну, я сейчас не буду говорить, какие посты были там, у них даже цом. Цом это на армянском вообще ничего не кушают и не пьют. И там день-два держали или даже несколько дней. И пророки, даже наш Господь 40 дней ничего не вкушал на 40 дней, да. Но вот эти все ветхозаветные посты, которые держались, это все для того, чтобы примириться с Богом. Если какие-то грехи есть, что-то есть или что-то хотят попросить у Бога, человек себя изнурял, чтобы Господь был милостивый к нему и исполнил бы его желания, его просьбы. Но тогда еще не было нашего Господа, наш Господь не принял крестную смерть, не вознесся, еще Духа Святого не было, да, не было благодати, не было крещения, да, таинства крещения, не было таинства причастия. И поэтому все как-то старались в ветхозаветном индивидуальном подходе примиряться с Господом Богом через вот этот пост. То есть и Господь хотел, чтобы человек, изнуряя себя, лишая чего-то, примирился бы с ним. Но с пришествием нашего Господа все изменяется. Этот пост уже как бы меняет свой смысл. Даже Златоуст как-нибудь однажды скажет в одной из своих проповедей, что если бы мы жили безгрешной жизнью, то есть не грешили бы, да, вот так скажем, то и поститься не нужно было бы, понимаете? То есть пост для христиан это не что-то такое супер важное, не должно быть каким-то, как сказать, смыслом жизни. Если, не дай Бог, там нарушишь пост, то все, жизнь останавливается, ты в аду будешь гореть. Такого нет. И поэтому мы постимся более, вот меня иногда вот когда спрашивают отец Геннадий, что для тебя пост, я вот говорю, что пост это для меня, это своего рода. Я вот это во время поста, будь великого или какого-то другого, у меня вот заменяется меню моего питания. Всего лишь это меню моего питания. Во время поста христианин, многие только во время поста и начинают жить такой праведной христианской жизнью. Это неправильно. Человек, он там из 365 дней, по-моему, 100 с лишним дней у нас пост. То есть остальные, что дни мы должны грешить, то есть не соблюдать, не жить духовной жизнью. Нет, поэтому пост, он помогает нам в каких-то, чтобы если у нас какие-то проблемы, в какими-то страстями, желаниями, чтобы исцелить. У меня есть несколько видео, дорогие, что об этом я вот и говорю, о посте много, поэтому не буду очень много углубляться конкретно. Потому что постом мы исцеляем желание души, вот эту силу, частичку души, вот так скажу, силу души, которая желательная или растительная. У меня есть видео, как знать об этом. Значит, для христианина очень важно не сделать пост смыслом жизни. Если мы кто-то не поститься, это не значит, что человек, он не христианин, да? Потому что в церкви есть каноны, что есть люди, которым можно не поститься беременным, да, кормящим грудью матерям, пожилым, больным, детям, да? Вот поститься не нужно. То есть, и даже Татхива Ци, например, иногда говорит, говорит, лучше великий пост кушать баранину, чем мясо брата, когда сплетничаем о нем, да? Поэтому, опять повторюсь, пост это не смысл, не суть христианства. Это оно помогает нам и физически, и духовно, чтобы как-то расти, более приблизиться к Богу. Но если мы целый год не живем как надо, не живем как хочет от того наш Господь, не стараемся жить духовной жизнью, не стараемся жить, то есть держать вот этот духовный пост, который всю жизнь должны держать, да, свои чувства. Если мы это не делаем, то эти 40 дней или какую-то среду, пятницу или какие-то еще, кому это надо, если держать? Поэтому, опять, Татхива Ци, как повторю слова Татхива Ци, лучше кушать баранину мясо, чем сплетничать о других, чем вредить другим, понимаете? И вот отсюда вытекает вопрос, а спортсмену как? Ну, спортсмен, дорогие, для чего вот ты хочешь вот спортсмен держать пост, да? Ну, если ты готовишься, то есть я не конкретно какой-то человек, кто задал, мне этот вопрос часто задавали спортсмены, что если ты держишь, то есть занимаешься спортом, чтобы там побеждать на, ну, участвовать где-то и побеждать, там, брать золото, серебро или кубки, да? Чтобы прославиться, да, на всю страну, на весь мир или прославить Армению или там, не знаю, какую-то страну, которую представляешь. Ну, это уже немножко, как сказать, это пахнет гордыней, да, вот это пахнет гордыней. И поэтому, если держишь пост, а с другой стороны гордишься, ты такой крутой, сильный, мускулы у тебя прибавляются, там, ты можешь там несколько метров пролететь над шестом или над песком, или там проплыть что-то, да, или победить кого-то, и этим ты гордишься, ну, кому нужен этот пост? Вот, понимаете, вот, то есть правильно поймите, дорогие, что, и поэтому лучше нормально кушать, но старайтесь, чтобы вот не гордились всем тем, что у вас здесь свои силы, и что вы такие, знаете, сильные, там, культуризм, если кто-то занимается, или там борьбой, или что-то, понимаете? Поэтому лучше подумайте об этом. А пост, опять говорю, не делайте из поста догму, то есть смысл поста не в том, чтобы поститься, смысл поста в том, чтобы тебе, если какие-то страсти есть, что-то тебя мучают, чтобы ты более приблизился к Господу Богу. Поэтому каждый, пусть, если те новички или кто только к вере приходят, неофиты, да, так называемые, вот, вы следуете тому, чему учить церковь. Не берите на себя многого груза, там, себя изнурять, там, не становитесь мазохистами, да, такими, вот так скажу. Не становитесь мазохистами, потому что ничего хорошего из этого не будет, потеряете здоровье, потеряете все, и уже не сможете даже простую молитву делать. Но во время Великого Поста, опять говорю, пусть это станет привычкой не только во время Великого Поста, а станет такой некой привычкой на всю вашу жизнь, чтобы жить безгрешно, стараться жить безгрешно, побеждать страсти, да, и если так, не дай Бог, нечаянно вот так вдруг вы нарушите пост, там, скушаете что-то, да, то знайте, что от этого не нужно, так, как в том фильме «Море рядом идти топись», да, не нужно идти себя там убивать, сказать, Господи, прости, и дальше идти. Но если вы нарушаете из-за того, что вам, как сказать, ну, ну и что с того, вот покушаю завтра, и завтра уже не буду кушать, то есть из-за своего чревоугодия, да, если покушаете, ну, уже кайтесь не в том, что вы пост нарушили, а в том, что у вас сидит чревоугодие. Из-за этого кайтесь. А пост – это своего рода, опять говорю, некий баланс, который показывает вам ваши страсти, в каком вы состоянии. Да, бывают испытания во время поста, очень много испытаний, искушений, точнее, да, бесы нападают. Ну, как многие думают, что во время поста брань такая сильная начинается. Ну, начинается, начинается, потому что мы весь год живем беспечно, а сейчас хотим эти 40 дней жить духовно, и вдруг бесы нападают на нас. Если ты будешь жить всегда, как нужно по-христиански, весь год, все искушения всегда будут, испытания всегда будут. Поэтому не нужно пост выделять вот это, вот, и после великого поста уже можно расслабиться, что хочешь делай. Нет, неправильно это, дорогие. Если, опять говорю, поститься, в себе вбейте в голову, что пост – это изменение меню вашего питания. Меняется меню. Сегодня, знаете, очень легко даже поститься. Есть люди, которые финансово, у них сегодня очень много, ну, финансовые проблемы трудные, и поэтому им приходится кушать то, что им приходится кушать, то, что есть. Только картошку там, да, или что-то поесть, без масла, без мяса. И человеку внутренне, кажется, он держит пост. Ну, что с того? Даже есть такие сейчас в магазинах, есть отделы во время великого поста, там постная пища, что-то постная колбаса со вкусом, не знаю чего. Даже в кафетерии в Айди есть сегодня постное меню, ну, ну, или, ну, в Израиле постное меню не пишут, но вегетарианское, типа, веган, для вегана в меню есть, да. То есть, и что изменяется, да, мы себя обманываем, да, великий пост, мы идем вот так и находим себе сладость, или там берем печенье и читаем, что есть в рецепте, там, например, яйца есть или нет. А, вот это печенье можно кушать, да. Вот я мясо не кушаю, давай орехи с медом буду кушать, чтобы там белки, да, по-моему, белки, да, вот это не уменьшились в моей жизни. Нет, дорогие. Поэтому для меня пост это поменять меню и стараться жить так же, как всегда должны жить праведно, на чужое не смотреть, чужое не желать. Не злословить, не сплетничать, не проклинать. Вот, вот, можете это всю жизнь делать? Старайтесь вот так сделать. Или опять приходим к спортсменам, да. Ну вот, ради чего занимаешься? Если для твоей славы, для гордыни, это уже гордыня, дорогие. И поэтому вам никакой пост не поможет. Поэтому лучше вот кушайте, питайтесь и не гордитесь тем, что вы хорошие, чем другие, что вы можете победить других. Но это тоже своего рода стимул. Если этого тоже не будет, вы не сможете победить. Поэтому, не знаю, не могу для каждого, для всех, то есть, давать однозначный ответ. И для каждого, может быть, свое есть, индивидуальный подход. Поэтому, наверное, вы меня поймете и с молитвой просите Господа, чтобы вам научил, направил, как правильно поститься в этой ситуации. А помимо этого, если ты спортсмен, какой-то у тебя силы, вот помогай, твою силу используй во славу Господа Бога. Например, там в церкви что-то, если есть тройка, там каким-то верующим соберитесь, помочь. Физическая сила нужна, а вот ты такой сильный, да, Великий Пост, кушаешь все эти белки, витамины, углеводы, чтобы... Вот, помогай другим. И поэтому, Великий Пост, опять говорю, нужно приправить вот это все к Великому Посту, милостыню, быть милосердным. Но это, опять же, я повторяюсь, не только Великий Пост. Это мы должны быть такими. Мы должны быть такими всю жизнь, стремиться быть такими, не ждать поста, чтобы Великий Пост сделать такое духовное, озабоченное лицо, чтобы все смотрели и думали, какой он святой человек, да. Нет, это Богу неприятно. Даже Он говорит, да, если ты держишь пост, умой лицо, помажь маслом, чтобы постящим люди не думали, что ты постишься. Даже бывают случаи, человек, который не постится и тебя приглашает, да. И такая ситуация, не можешь не пойти, лучше пойти, иди с ними и кушай то, что угощает. Как же Господь говорил, куда войдете, что угощает, то и ешьте, и пейте. Понимаете? Там не нужно, и знаете, я пост держу, я такой, мне только там оливки поем, салатик для меня. И весь стол, люди сидят за тобой, смотрят, чем ублажить тебя, да. А ты такой гордый праведник, да, вот сидишь, как Татава Цигорит, лучше кающийся грешник, чем гордый праведник. И поэтому лучше не ходить на такие, день рождения какие-то, если куда-то пригласят тебя на великий пост. А если идешь, то значит, что вставят перед тобой, то и кушай, без угрызения совести. Ты этим не нарушаешь пост. Опять говорю, нарушать пост, это когда ты ешь мясо ближнего. Вот это нарушать пост. А этот пост мы должны держать всю жизнь. Извините, повторяюсь. Поэтому вот сейчас скоро, по-моему, у нас, дорогие, в Иерусалиме мы живем по календарю юлианскому, по старому календарю. То есть Пасха у нас попадает с православными. А в Армении Пасха и, ну, естественно, и пост попадает с католической церковью, совпадает. И поэтому иногда мне задают, когда пост, когда это, дорогие, иногда вот у меня календаря нету, чтобы посмотреть, чтобы сказать, когда. Да, и поэтому праздники какие-то бывают. Вот 14-го был Тяран Тарач. Да, я даже забыл об этом. Суб Саркиз был, забыл. Может, в Армении другой календарь. Вот так скажу. И поэтому, если ищу вопросы, бывают, когда пост или что-то, можете... Такая есть, это Google вам в помощь, дорогие. Вы можете в поисковике вбить, там написать Великий пост, там, католической церкви или армянской церкви. Напишите, и все вам, ответ будет вам дан. Вот так. О посте можно, говорю, долго говорить. Все отцы церкви тоже говорили. Но опять, дорогие, суть поста не в самом посте. Не подходите к Великому посту или к любому виду поста, как некой сутью или смыслу жизни христианина. То есть, если ты там не попастился или не так попастился, как там другие постятся, значит, ты не угоден Богу. Нет. Даже у Исаии, там, Господь говорит, какой пост угоден, да? Вот, он говорит, вот почитайте, по-моему, 58-я голова, и это читают в первый день Бумбары Кентана, воскресный день. На следующий день, когда начинается Великий пост, в церкви, в армянской церкви, на Бумбары Кентана читается это. Нам не зря церковь напоминает, что пост – это не то, что там кушать, не кушать, себя мучить, там, одевать в речище. А пост – это сиротам помогать, суд праведно делать, кормить нуждающихся, то есть, помогать людям. Вот, этот пост угоден. То, что ты себя от себя отсекаешь, например, там, не тратишься на мясо, да? Там, если ты сегодня мясо кушал, ты бы потратился там, например, там, тысяча драм, ну, а так цифры скажем, ну, 10 долларов потратился. Вот ты сегодня мясо не кушай, купи булочку, и эти 10-9 долларов отдай кому-то. Можешь это сделать? Нет? А мы сидим, думаем, вот как эти 10 долларов потратить, чтобы хорошо попаститься, да, и вкусно попаститься, да? И кому этот пост тогда нужен? Поэтому поймите суть поста. Опять повторяюсь, я замечать, я так уже постарел, наверное, повторяюсь, что суть поста не в самом посте. Суть поста – это не кушать мясо ближних, не осуждать других, не злорадствовать, не радоваться над болью чужих, не проклинать, обиду не держать на других, прощать. Вот можете, сегодня не кушать, сегодня очень многие, даже женщины, они ради диеты, они, там, такие лишения делают, чтобы похудеть немножко, да? То есть сегодня пост держать в таком смысле – это легко. А трудно, опять говорю, то, что не ответить обидчику, да, злом не воздать за зло. Можете? Нет. А если это только на Великий пост вы будете держать, а после Великого поста, то есть после Пасхи уже, да, вы опять начнете жить той жизнью, которую жили до, то есть Господу Богу этот пост тоже не угоден будет. Поэтому, когда придет Господь судить живых и мертвых, да, все воскреснуть, он отделит овец от козлов, да, и скажет, я был голоден, вы накормили, я жаждал, вы дали мне воды, я был без одежды, вы дали одежду, да, то есть накормили и все, да, был болен, посетили. То есть он не скажет, дорогой ты наш спортсмен или кто-то, вот ты постился или не постился, ты там на Великий пост шоколад съел молочный или не ел. Он, знаете, Господь не будет вот так умоляться до этого, чтобы сидеть и доказывать тебе, что вот ты грешник, ты там постился или не постился. Он этого не будет делать. Он скажет, я был голоден, а ты вот сидел у себя дома, постился, экономил деньги на пост, да, а рядом сосед голодный сидел, а ты говоришь, не мешай, я молюсь, я пощусь, я не могу выйти и с грешником общаться, я же в Великом посту сегодня, да. И вот Господь скажет, я тебя не знаю, а ты скажешь, Господи, я столько времени, я постился, молился, а ты скажешь, я не знаю, я, потому что когда был голоден, говорит, я пришел к тебе, а ты не принял меня, а ты скажешь, а когда я был голоден, ты был голоден, говорит, помнишь, вот человек подошел во время поста и ты к ним помог. Ты же сказал, а что я твой спонсор, чтобы каждый день помогать тебе куском хлеба, нет. Поэтому, дорогие, чтобы не гордиться и Великим постом, что вы такие постники, то не бойтесь, что если нарушите пост, я не призываю детей, нарушайте пост, нет, нет. То есть всю энергию не тратить на то, чтобы не нарушать пост, всю энергию тратить на то, чтобы помогать ближним, нуждающимся, пойти в храм, узнать, что нужно для церкви, что нужно в церкви, да, чем помочь, свою вот физическую силу, помочь, узнать у верующих каких-то, да, есть какие-то верующие, которые в чем-то нуждаются в физическом труде, узнать. Это нетрудно, нетрудно, потому что если живете в общине, вы живете в церкви, знаете, можете узнать, кто нуждается в том, чтобы, вот тем более вот когда этот карантин был, люди не могли выходить пожилые, да, были верующие, я знаю, и не только в армянской церкви ходили, так и группу создавали, и ходили людям вот таким пожилым, ходили в магазины, отоваривались, приносили этим людям, которые боялись выходить, ну, из-за карантина, ну, потому что в зоне риска были. Вот, вот такие дела и помогут пост сделать, и поэтому пост – это своего рода, это для Господа более желательный наш духовный пост, отсекать страсти, опять повторяюсь, не проклинать, не злословить, не радоваться чужому несчастью или горю, да, если ты бизнесмен, и у тебя есть работники, да, которым ты платишь, не... То есть вовремя плати, будь праведен, будь честным с ними, да, помогай этим людям, да, тем более сейчас вот это карантин, если ты вот, опять говорю, спортсмен, вот твою силу используй для блага других, и Господь благословит твой вот этот спортивной карьере, поможет, чтобы ты смог дойти до чего-то, но не знаю для чего, опять говорю, пусть все это ваши зарядки ваши, тем, что вы занимаетесь, да, нагрузки будут полезны, и во славу Господа Бога. И вот старайтесь, знаете, попробуйте себя вот уловить на том, вот, например, ты можешь сегодня мясо не захочешь кушать, да, и тебе это неприятно, рыбу там, не знаю что, но и вдруг тебе такое искушение будет, и ты зациклишься на каком-то куске масла, да, вот кушать масло, да. Но иногда бывает, что наш организм требует этого, и тем более сегодня. Давайте посмотрим, дорогие, 4-й, 5-й век, 10-й век, да, люди, воздух другой был, жизнь была другая, люди могли одного барана скушать, и даже от этого не устать, а мы сегодня, может, тарелочку супа с мясом скушаешь, уже так живот опухнет, что не сможешь с места встать. То есть сегодня пища другая, воздух другой, ситуация, нервозность другая. Это все лишает нас сил. И поэтому себя делать, это слова к тем, которые любят себя изнурять и заниматься мазохизмом. То есть не нужно себя изнурять, дорогие, не нужно себя мучить вот так и не кушать там так, чтобы еле будешь ходить. Нет, это неправильно, потому что эти силы нужны вам. Силы нужны, сегодня мир такой, берегите силы, потому что и здоровье, а здоровье – это дар Божий. Опять говорю, это не 5-й, 10-й век, который, если человек мог так хорошо покушать и нормально жить. И поэтому они лишали себя месяц, чтобы зимой наелись люди, а весной пост держат, чтобы этот жир сгорел весь. А мы что кушаем? Вы что кушаем? Мясо сколько раз в день кушаете или в неделю сколько раз? Видите? Поэтому все, что не делаете, делайте с мудростью. Святой Татхава Цегает, как всякая пища без соли, безвкусно, так и всякая добродетель без мудрости, безвкусно и непригодно. Поэтому, дорогие люди, что будете делать, как будете поступать, все делайте с мудростью. Пост держите с мудростью. Ну да, еще и о молитве. Да, вот молитва. Что молиться во время, как молиться во время Великого Поста? Ну, в основном церковь молится, у них покаятельные такие каноны, молитвы. Потому что церковь знает, что верующие весь год живут безалаберно, без покаяния, без ничего. И церковь хоть бы, как бы принуждает, чтобы в этот Великий Пост немножко люди бы подумали о духовном состоянии, а каялись бы. Поэтому, если ты, дорогой, весь год ты живешь как нужно, то есть я не говорю, не грешишь, а живешь вот правильно, духовной жизнью живешь, этот Великий Пост не нужно себя вот так изнурять молитвами, такими покаятельными. Вот поверьте, а нужно просто молиться, прославлять Господа Бога, чтобы Господь уберег и удостоил встретить Великое Воскресенье нашего Господа, эту Пасху встретить во славу Господа Бога. И молитесь так, как Господь на сердце наложит, может и какое-то покаятельное, что-то молитва будет, может и просто прославление Господа Бога. И будешь просто прославлять Господа Бога за этот Великий Пост. Также ходить в церковь, да, в армянской церковь есть, знаете, на Великий Пост не причащает церковь. Есть люди, которые говорят, ну и что с того, вот у греков, православных, они причащают, это духовная борьба, нужно каждый раз причащаться, нет. Сейчас у меня есть видео, поищите причастие на Великий Пост, вот поищите. Там я об этом говорю, почему, чтобы здесь всю историю не рассказывать, но суть в том, что Великий Пост это прообраз того, что Адам был изгнан из рая, поэтому церковь, двери раньше закрывали, сейчас занавес закрывают, и люди в таком покаятельном состоянии, то есть они готовятся к принятию, то есть к воскресению Господа, то есть через воскресение спасение для нашей души, жизнь вечно для нас открывается. И вот мы, как Адам был изгнан из рая, так и мы изгнаны из царства, и мы готовимся к принятию Христа. Если даже ты такой духовный, что считаю, что ты готов каждый раз причащаться, вот потерпи, как церковь учит, лучше не причащаться. И поверьте, я, когда еще не был священником, когда я тоже меня задавал с этим вопросом, но Господь открыл, я понял, что когда тут ты этот 40 дней готовишься к причастию, то есть ждешь, готовиться не в смысле там, что молиться, как, нет, а ждешь вот этого дня, этого ждешь, как этот, ты знаешь, что будет день, наступит, который будет спасение твоего, день, когда будет освобождение, понимаете, и вот эти 40 дней ждешь, и наконец, вот эта кульминация этого 40-го дня, вот это, ну или 50-й день, вот так скажем, да, и ты встречаешься с Господом Богом, когда причащаешься, а это твоя любовь, это проявление твоей любви. Если, наверное, замечали, многие в Великий Пост, многие из верующих, может и вы сами, озлоблялись, вот озлобляются, потому что они хотят жить духовной жизнью, как опять приходим к тому, жить духовной жизнью, но им мешают родственники, коллеги на работе, да, вот я должен поститься, молиться, а этот лезет со своими этими, да, и человек начинает злиться, и это не сатана, искушает, это мы сами, внутри нас сидит, то, что мы не можем спокойно воспринять и принять, да, не можем спокойно это все принимать, поэтому, дорогие, если озлобляетесь, это не сатана искушает, это злоба в вас сидеть, это Господь показывает, что это вы такие, а не сатана, там мешает через соседей, и тебе внушает, что типа вот сосед, коллега, родственник, или мама, папа, или муж, жена, или дети мешают тебе духовной жизнью жить, нет, это неправильно, это наоборот показывает, что в тебе все неспокойно, и поэтому, когда какие-то искушения бывают, великий пост, то для меня это эталон того, что значит мы в этот год мы не жили духовно, потому что если мы живем духовно, эти искушения будут каждый день, не только великий пост, и сатана мутит воду, вот так скажу, вам мозги пудрит, чтобы вы зацикливались на этом, более, чтобы думали, что вот это великий пост, и боролись с ним сатаной, он там где-то сидит и смеется над вами, что вы боретесь с сатаной, а оказывается эти страсти в нас сидят, мы хотим жить духовно, а нам все мешают, потому что духовно жить, жить духовной жизнью нелегко, дорогие, оно и легко с Господом, но и не легко, потому что нас живут наши страсти, которые с нами, да, такое, это в Отечнике или где-то была история такая, один монах живет в монастыре, где много, ну, монахов, и он живет, и он постоянно гневался, там конфликты были, он гневался, он решает уйти в пустыню и там жить, и так, несколько лет он очень спокойно, мирно живет, он так обрадовался, что вот все грешники, братья, мешали мне жить духовной жизнью, вот я здесь с Богом живу, вот однажды он идет куда-то и за водой с кувшином и ставит источник такой, родник, вода течет, кувшин наполняется и переворачивается, он взял, поставил два, три раза, постоянно переворачивается, он наконец рассердился и разбил кувшин, и он понял, Господь ему надоумил, что вот видишь эти страсти внутри тебя, и он тогда понял, он вернулся в монастырь, и поэтому, дорогие, все эти искушения, испытания, это, опять говорю, это не из-за Великого Поста, а из-за того, что мы думаем, что во время Великого Поста мы начинаем жить только духовной жизнью, вот эталоном будет для вас, что вы эти искушения, если есть, значит вы весь год не жили как нужно, а если живете, то эти искушения будут совсем другие, но это другая тема, не хочу сейчас об этом говорить, эти искушения будут проявляться по-другому, испытания, которые в этот Великий Пост человек, который всю жизнь, то есть весь год живет так, как хочет от того наш Господь. Вот так, вот дорогой наш спортсмен, желаю вам сил, мудрости, но здоровья, чтобы, ну знаете, что, если это все делаете для вашей славы, чтобы вы прославили, чтобы возносились над другими, опять говорю, этот пост вам не поможет, и лучше вообще не думать о пасте, если вы меня правильно поняли, поэтому с мудростью подходите, желаю вот скоро наступит пост великий, да, просите, пусть Господь вам укажет, что делать, как делать, как правильно поступать, то есть держать пост, и чтоб не как отец Гивонт говорит, может не знаю, поймете, не поймете, но чтоб он вам направил, как держать, а новичкам, которые неофиты только начинают, говорю, держите пост, просто не кушайте то, что не нужно, то есть не кушайте всего животного, сделайте режим, питайтесь, питайтесь так систематически, с режимом, не меняйте дни, потому что ваше тело не привыкло, желудок не привык к такому резким скачкам, потом поверьте, испортите желудок, здоровье, и это потом очень плохо будет влиять на вас и на вашу духовную жизнь, вот так скажу. Ой, наговорил опять, дорогие? Ну, хотел бы поблагодарить всех вас, которые смотрят мои видео, ставят лайки, комментируют, ну, кто не подписан, подписывайтесь, дорогие, потому что я вот иногда смотрю там аналитику моего видеоканала, там 50 на 50 почти, что 50% смотрят подписчики, 50% не подписчики, то есть, которые не подписаны, может кто-то и подписан, но не смотрит мои видео не через свой аккаунт, это тоже может быть. Ну, благодарю всех, кто задает вопросы, извините, что не всем успеваю отвечать, поверьте, вот в эту среду, вот в эту среду я должен был делать видео, уже текст готов делать, мне задали вопрос о тех хранителей ключа храма гроба Господня, о них, почему у них, кто открывает двери, как открывают, что, вот я, значит, там есть две семьи, я у одного представителя взял интервью, но решили брать и у второго, и мы договорились на четверг, через два, сегодня вторник, да, через два дня, так что это видео будет, дай Бог, по воле Господа Бога в воскресенье, это тоже ответ на вопрос одного из моих подписчиков, ну и благодарю всех тех, кто и отрицательно там мне пишет, но зато пишет, значит, смотрит мои видео, я рад, что однажды когда-нибудь это им будет какое-то откровение, они поймут, знаете, что заметил, когда делаю видео насчет армян, да, вот это вот последнее видео, что Йо армянин, да, библейский восток, это Армения, вот видео такого содержания, такой тематики, всегда такой наплыв наших соседей, азербайджанцев, и этих армян, так называемых язычников, которые себя считают такими истинными армянами, и вот их такой наплыв комментариев, они как бы, не знаю, в интернете плодятся, размножаются как-то, один уходит, приходит второй, потом уходит, приходит третий, под разными никами, тот же человек, ну опять, я им тоже благодарен за эти комментарии, удаляю все эти комментарии, которые оскорбляют или меня, или церковь, или моих других подписчиков, а так, пишут, пусть пишут, я опять говорю, рад, они смотрят мои вот эти видео, значит, дорогие, я вот сейчас нахожусь вот на крыше церкови святых архангелов, вот это, здесь я живу, а это, вот, кола, наш колокольня, а это, здесь окошко в церковь, вот так, вот там здание, это семинария, у меня было видео про семинария, вон, это старая семинария, вот так, вот такие дела, дорогие, надеюсь, смог ответить на ваши вопросы, желаю вам мудрости, еще раз, мудрости и мудрости, повторю слова святого Татты Ватцы, как всякая пища без соли безвкусна, так и всякая добродетель без мудрости безвкусна и непригодна, спасибо вам и храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok